Новым директором Института Якутни Пралмаз стал Андрей Зельберг. В алмазной компании он начал работать в 1988 году слесарем удачинского ГОКа. Пройдя путь до начальника горного участка, перешел на работу в Институт Якутни Пралмаз, где заведовал разными лабораториями. С 2003 года Андрей Зельберг возглавлял техническое управление компании Алроса. Андрей Семенович вернулся в Институт в непростое время, когда от подразделения требует повысить эффективность работы. Пообщавшись с коллективом Института, увидел, что сотрудники Института заинтересованы в повышении эффективности своей работы и готовы предлагать для этого необходимые усилия. Это в их интересах. И прежде всего с помощью работников Института, а также специалистов структурных подразделений компаний и управления компанией, я думаю, что мы решим задачу по эффективному развитию Института на перспективу. В Якутни Пралмазе работает около 700 сотрудников. Они выполняют заказы для всей алмазодобывающей отрасли, порою распыляя силы. Но теперь надо сконцентрироваться на самых важных направлениях. И задача нового директора – определить, какими методами этого можно достичь. Мы сейчас ищем эти методы. Но самое простое и первый шаг в этом – это провести анализ и оценку текущего состояния. В Институте сложная многогранная деятельность, много направлений. Вот проведем оценку этой деятельности, выделим основные направления с помощью коллегиального обсуждения с сотрудниками Института, с руководителями структурных подразделений компании и управления компанией. Определим направление и дальше будем формировать стратегию развития Института. Еще один новый директор осваивается в веренном ему подразделении. Сидеть в тиши кабинетов ему не приходится. Сергей Корнилов уже на производстве, где специалисты знакомят его с технологическим процессом огромного хозяйства. Совхоз производит много молока и мяса, а птицеферма ежесуточно выдает тысячи яиц – отборных и диетических. «Нет примесей там каких-то, да?» «Да, да, да. Чистые, да. Не помертые, ни пуха, ни пуха, как говорится». Свой трудовой путь Сергей Корнилов начинал на фабрике номер три. Затем работал в городской администрации, первым заместителем главы Мирного. Сейчас снова вернулся в компанию, руководство которой поставило перед ним непростые задачи. «Сделать анализ эффективности работы всего технологического процесса. Также, конечно, усилить реализацию, изучить рынок потребительский, начать как-то активно работать по реализации, рекламе нашей продукции, чтобы мы получили много потребителей не только в городе Мирном, по всему Мирненскому району». Если все намеченное удастся воплотить в жизнь, то предприятия получат дополнительный импульс к успешному и эффективному развитию, а коллективы будут уверены в стабильном и достойном будущем. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».